Иисус Христос Сегодня очень прекрасное время. Слава Господу! Почему оно прекрасное? Потому что Господь что-то готовит. Вы не думаете, что дьявол что-то готовит там. Будет население уменьшать земли. Бог такое готовит. Поверьте, что все будут шокированы. Бог позволяет высказаться многим, но последнее слово за Ним. Потому что Он есть Альфа и Он есть Омега. Это первая и последняя буква алфавита. Поэтому смотрите, что Бог... Будьте рядом с Богом. Не надо убегать. Не надо думать, что с Богом рядом вы будете в опасности. Наоборот, вы будете в безопасности. В церкви вы будете в безопасности. Самое маленькое количество смертей, где происходит смерть, это в церкви. У нас еще вот сколько мы существуют, ни разу никто не умер. Так что идите в церкви, не сидите дома. Пусть вас Господь благословит особенно, очень необычным образом. Пусть рука Его прострется и коснется вас. И вот я сейчас хочу всем, кто смотрит сейчас, я вам хочу просто сказать такое вот слово, что вы уже думаете, сейчас я выключу, уже неинтересно что-то, что Виктор нового скажет. Ну, вряд ли я что нового скажу, но у меня есть слово от Бога, и это слово действительно от Господа. И оно для вас очень нужно. Вам его нужно услышать, поэтому не выключайте. Выключайте только после того, как вы получите откровение. Иначе дьявол вас обкрадет. Слава Господу. Итак, тема проповеди будет называться «Любимчики Бога». Вы не представляете, какое это свежее слово от Господа. Однажды Иисусу задали вопрос. Матфея, 22 глава, 36 стих. Вот есть такой вопрос. Всегда будут вопросы к Богу. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим. Сияясь первая и наибольшая заповедь». Сияясь первая. С чего все начинается. И наибольшая заповедь. Интересно, что первая заповедь это не «Верь в Бога», а «Возлюби Бога». Вера – это самое главное в жизни человека, самое главное событие, которое происходит в жизни человека. Это тот момент, когда человек начинает верить в Бога. Он слышит о Боге, он слышит, что Бог его любит, он слышит, что Бог на его стороне, Бог умер за него, и он начинает верить и начинает обращаться к Богу. И таким образом происходит встреча с Богом, и человек рождается свыше, и начинается у него новая жизнь. Но заповедь, заповедь Божья, она не говорит о том, что «Верь в Бога». Потому что и бесы веруют и трепещут. Вера – это начало. Вера – это толчок. И в нашей жизни должна быть такая вера, которая движима любовью. Иначе эта вера, как говорится в послании Коринфянам 1 главе, 13 глава, что эта вера не имеет никакого результата, никакого толку. Что это как кимвал звучащий, или там вот эта тарелка, звучащая шум. Как апостол Павел пишет, если я имею всю веру, я имею всю веру. Вы знаете, как вера важна? Верой мы побеждаем многие вещи. Но, когда речь идет о самом главном, и у людей, у многих есть вера, но нет любви, вот здесь проблема. Почему? Потому что благодаря вере они могут горы передвигать. Если я имею всю веру так, что могу и горы передвигать, покажите мне сегодня такого супермена, верующего супермена, который может горы двигать своей верой. Наша вера должна быть движима любовью. Наша вера в Бога должна перерасти в любовь к Богу. Смотрите, когда говорится заповедь, заповедь, это похоже как будто приказ, как будто закон, который ты не выполняя, становишься виновным. Вот если тебе сказали, родители, сделай так, это же не просто какой-то закон родительский, нет. Но если ты не сделаешь так, тогда у тебя будут проблемы. Ты что-то не получишь, ты будешь чего-то лишен и так далее. Когда есть непослушание родительскому слову. Так же и здесь. Смотрите, Господь говорит, возлюби Господа Бога твоего. И если мы неправильно понимаем этот стих, если мы плотским мышлением понимаем этот стих, мы как выросли в мире, где все от нас что-то требовалось. Все говорили, ты мне должен слушаться, ты мне там и это должен, государству должен, дома должен, всем должен. Еще пришел к Богу, и Бог говорит, и мне ты должен. Если мы неправильно будем понимать, у нас будет искаженное понимание, это не поможет нам. Послушайте, когда Бог говорит, возлюби, прежде всего, это первое, что должно быть в нашей жизни, возлюби Бога, это не говорит о том, что у Него какая-то нехватка любви, и Он строго всем говорит, вы меня должны, чтобы восполнить мою нужду, вы должны меня любить, иначе у меня будут проблемы. Послушайте, этот стих очень завуалирован. Если мы без Духа Святого, прочитаем этот стих, то у нас будет неправильное, искаженное понятие. И вообще, когда человек читает Библию без помощи Святого Духа, у него появляется неправильное, искаженное понимание, и отсюда много беды. Много рождается неправильного учения, искажения, и лжеучения. На каком-то вырванном месте Писания, на каком-то стихе, на какой-то неправильно понятом, знаете, место Писания, строит прям целые учения, учения. Но когда мы читаем с Духом Святым, тогда мы говорим, ааа, так вот оно что! Я-то думал совсем по-другому. Знаете, кто такие любимчики? Это особая категория людей. Это особая категория людей. Мы всегда знаем, что есть любимчики. Любимчики в классе, может, любимчики в семье, знаете, везде, любимчики в церкви. И знаете, для кого-то они любимчики, а кто-то их ненавидит, за то, что их любят. У Бога, послушайте, вы думаете, у Бога нет любимчиков? Есть! И Он хочет, чтобы ты стал Его любимчиком. Поэтому Он тебе говорит, возлюби Бога. Когда ты приходишь на эту платформу, любви, ты становишься любимчиком. Понимаешь, почему Он тебя туда зовет? Понимаешь, почему Бог тебе говорит, возлюби Бога? Чтобы тебе стать любимчиком, чтобы на тебя стали распространяться все привилегии, все бонусы, все благословения, как на любимого сына Бога. Мы знаем, что Иисус, Он крестился на Иордане, и когда Он вышел, Иоанн крестил Его, Иоанн креститель крестил Его, Иисус выходил из воды, и на Него сошел Дух Святой, и Он слышал голос. Это мой любимчик. Это мой возлюбленный сын. Это мой сын возлюбленный. Это мой сын возлюбленный. Вы думаете, Отец, Бог, не распространяется в нежностях? Вы думаете, Он только строгий, Он только наказывает за грехи? У Него есть любимчики. И Он на Иисусе показал, как Он хочет к нам относиться. Потому что это Иисус, это начаток, Иисус это эталон, Иисус это наш пример того, как Бог со всеми детишками хочет иметь отношение. Вы представляете, что сам Бог признается перед всем творением. Это мой любимчик. У Бога, если мы хотим знать, все построено не на страйке, не на давлении, а на любви. Все построено на любви. Почему вопрос, почему многие люди уходят от Бога? Когда говорится слово уходят, это означает, что однажды они пришли. Они пришли к Богу. И возможно уйти от Бога, если ты никогда не пришел. Значит, ты просто вообще человек никогда не был с Богом. Но если речь идет о том, что человек какое-то время верил в Бога, а потом ушел, я думаю, что скорее всего от хорошей жизни вряд ли кто уходит. Потому что друг познается в беде. И как Богу узнать, как Богу узнать, что ты его друг, что ты его любишь? Как? Как ему узнать, что Авраам его любит? Как? Попросить у него самое дорогое. Как ему узнать, что действительно Иов служит Богу и любит Бога не за богатство, которое Бог ему дал? Вы знаете, что ему дал богатство не дьявол, а Бог? Потому что сам дьявол свидетельствовал и говорил, ты кругом окружил его, но забери у него все, что он имеет. Ты дал ему, ты дал ему богатство, поэтому он тебя любит. Видите? Мы видим, что не дьявол дал богатство, а Бог. И Бог говорит, ты думаешь, он мне служит за то, что я сделал его обеспеченным, богатым? Ты думаешь, из-за этого? Вот дьявол говорит, да, 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 именно, именно из-за этого, именно из-за этого. Я точно тебе говорю, только он тебе служит, потому что ты ему платишь деньги. Ты его тогда распространяешь, ты его, все у него, все, все, все у него шикарно. Сбери у него это все, и ты тогда увидишь, что никто тебя Бог не любит. Нету такого человека, кто бы тебя просто так любил. И Бог говорит, да, но Бог же ничего не забирает, забирает все дьявол. Он говорит, ну ладно, иди, только не убей его. Иди, делай все, что я тебе даю полное разрешение, уничтожение в его жизни. И представляете, из всего, что было у Иова, выживает только один человек, человек, называется СМСка, которая прибегает к Иову и говорит, и это все, банкрот ты, это разрушено, это уничтожено, все, все, все уничтожено, все, 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 все уничтожено, дети твои все погибли, дом рухнул, в котором они там пати устроили, скот увели просто чужеземные народы, все, ты, ты никто, Иов, ты все потерял, все, что ты имел, знаете, просто это даже невозможно как-то за одно мгновение, за один день потерять все, но у него, он потерял, он потерял все, и вот этот человек выжил только для одной цели, чтобы сообщить ему эту ужасную новость, и мы не видим, что Иов вдарился в ужасную депрессию, в такую озлобленность, Бог, ты не досмотрел, я тебе служил, я тебе то, я делал это, но ты не сохранил меня, ты, ты мне не повысил зарплату, ты мне даже и то отзабрал зарплату, которую я имел, нет, Иов не проклял Бога, Иов не похулил от Бога, и Бог вызывает на ковер Сатанюгу, и говорит, ну что Сатанюра, ты сейчас увидел, он говорит, да Бог, ну открой ты глаза, открой ты глаза, это еще не до конца, он не может тебя любить просто так, знаете, почему он так говорит, почему Сатана говорит Богу, что его никто не может любить, потому что сам Сатана его никогда не любил, это самый ужасный грех, если вы хотите знать, это самое ужасное падение, это самое ужасное заблуждение, когда человек думает, что он верит в Бога и на этом все, а ты его любишь? Ты его любишь? Сатана упал, он умел, не важно, кто ты сегодня, на какой высоте ты сегодня, ты же можешь упасть с этой высоты, поэтому Иисус и сказал, я видел Сатану падшего с неба, как молния, как фото вспышка, все его там не было, но поймите, Бог не будет себя окружать теми людьми, которые его не любят, поймите, ему не нужны слуги, он себе уже наштамповал слуг, натворил, ангелы служат ему и очень рады от этого, что служат, знаете, как многие люди служат со скрипом, что это я должен это делать, почему это я, Бог, и главное, самую грязную работу я должен делать, нет, они самую любую работу сделают для Бога на отлично, они любят Его, не восхищаются Богом, Сатана, Люцифер, никогда не любил Бога, может быть, ему казалось, что он любит Бога, но когда Бог, сотворил человека, вдруг, дьявол, он возненавидел Бога, потому что Бог с человеком начал общаться, близость появилась, понимаете, ты-то думал, это я столько лет служу Богу, а тут пришел кто-то, и все фонари на него, все права, а я теперь остался в стороне, и я должен поклониться человеку, да, потому что ты-то не человек, ты-то ангел, а ангел это официант, что ты возмущаешься, продолжай разносить, ты официант, ты в категории слуги, человек никогда не был в категории слуги, человек это тоже Бог, рожденный Богом, вот так можно сказать, Бог, который зависит от Бога, есть Бог, который не зависит от Бога, это наш Господь, в Которого мы верим, но мы люди сотворены по образу и подобию Божьему, которые полностью зависим от Него, конечно, не, мысль-то, конечно, может закраться, я велик, я прекрасен и велик, но в этот момент кто-то мне дает пендаль, и я лечу вниз почему-то, потому что я возгордился, почему люди уходят от Бога, вопрос, у многих верующих, они задают вопрос, ну почему он же так верил, он же пел вместе со мной, руки поднимал, я видел его антенны всегда, я видел, что он молится, я слышал, я даже помню его молитвы, я помню, вот как, знаете, как фотография передо мной, вот как он молится вслух, все, ну почему он ушел от Бога, почему он сейчас с дьяволом, послушайте, когда мы говорим, ушел от Бога, то мы понимаем, о чем идет речь, человек стал абсолютно мирским человеком, послушайте, он не перестал верить в Бога, он продолжает верить в Бога, я со многими отступниками говорю, они верят в Бога, только живут они уже с другим Богом, с дьяволом, они его желания исполняют, и так, почему человек уходит от Бога, потому что никогда не любил его, все, точка, люди, люди, которые, особенно карьеристы, люди, карьеристы, которые хотят карьеру сделать, у которых много талантов, даров, если их не заметили, они уходят, все, они уходят, что я тут забыл, в шарашкиной конторе, что мне тут делать, как одна певица сказала, что это Бог не достоин, чтобы я прославляла Его, мирового уровня певица, она сказала, это как бы, это слишком, если мой голос будет еще прославлять Бога, и она мертва, она мертва, она умерла, у нее там какая-то загадочная смерть была, у них у всех загадочные смерти, Бог не просит вас верить в Него, нам нужно покаяться, нам нужно поверить в Бога, то есть вера, она рождается, естественно, когда мы слышим Слово Божие, потому что у нас проблемы, нам нужно выбраться из проблем, а мы знаем, что Бог это тот, кто поможет нам в этом, и мы выкарабкиваемся из проблем, с помощью веры, вера это начало, но потом, если вера не становится любовью, если она не становится любовными отношениями, то рано или поздно, Иисус же это камень преткновения, отсеиваются те люди, которые Его не любят, ну, скажите, вы хотите, чтобы с вами жил человек, кто вас не любит, лицемерно, просто пользовался вами, пользовался вашими деньгами, ресурсами, просто, вы знаете, что он любит другого, но живет с вами, вы хотели бы такое себе? А почему вы удивляетесь, что Бог должен смиряться на такое? Нет, поэтому будут ситуации, какая-то молитва будет не отвечена, какая-то проблема произойдет, где человек будет тыкать в Писание, Бог, ты говорил, ты меня защитишь, Бог, ты мне поможешь, Бог, а я вижу, что ничего не работает, пошел-ка я отсюда, и Богу просто, знаете, ему будет очень печально, почему? Он с тобой хотел других отношений, он хотел безусловности, послушайте, если Бог свою любовь очень высоко оценивает, высоко оценивает, мы ему очень дорого достались, он отдал всю душу, он отдал всю кровь, он отдал, он же им нечего было отдавать, все отдал, Иисус все отдал, и Отец все отдал, Отец отдал все, что имел это Сына, живого и здорового, да, Спасителя мира, а Иисус отдал, все самое дорогое, написано, он обнищал на кресте, да, обнищал ради нас, он отдал свою жизнь, душу, даже кровь отдал, все отдал, ничего не мог уже более дать, ничего, и уже вот просто умер, умер, показав, что вот, моя любовь, я отдал ради тебя, все, что я имел, и я не отдавал за благодарных верующих, как Бог может сказать, я отдавал за всех, за негодных, за неблагодарных, за злых, за всех отдавал людей, и я не ждал от них благодарности, чтобы они вот, вот пришли и поблагодарили меня, а я такой, фух, не зря умирал, нет, Бог просто это делал, показывая, что у него условий, для его любви к нам, нету условий, он просто любит нас, просто любит нас, у Петра были такие чудеса, у Петра была такая явлена сила, не то, что там он стоял, всей церковью на коленях, и вымаливал чью-то молитву, он за больных не молился, тень Петра исцеляла больных, сегодня молятся, в круг становятся, я не знаю, просят молитвенные службы эти, как их, письма рассылают, я понимаю, стресс, кажется, вот человек заболел, все, умирает, но у Петра почему-то вот так было, что тень его, тень, у меня вот тень, вон, тень, посмотрите, тень исцеляла, тень, это ничто вообще, это даже не предмет, Иисус говорит, возложите руки на больных, и больные будут здоровы, а Петр и рук не возлагал, тень его исцеляла больных, потому что он был любимчиком, потому что Иисус его интересовало, Петр, я делюсь самым дорогим, но только со своей невестой, если вы не становитесь любимчиком, вы завидуете, вы теряете много, а такой вопрос, а могу ли я вот такой простой парень, ниоткуда и звать никак, могу ли я стать любимчиком того же Бога, который любил Давида, и прощал ему все, и такие беззакония страшные, который любил Иисуса, Бог любит Иисуса больше всех, а я, а я вот такой никто, я ничто, я могу стать любимчиком Бога, да, об этом проповедь сегодня вся и звучит, добро пожаловать в категорию любимчиков, это называется невеста Иисуса Христа, Бог хочет себе жену, жену, для наслаждения, для любви, для того, чтобы ей делать подарки, муж делает жене подарки, любит ее, целует ее, он же не целует всех подряд, мужчина этот, не целует всех женщин подряд, не делает подарки первой встречной, делает своей жене, что ее любит, что она его любит, у них взаимоотношения, так же и Бог, да Бог любит всех людей, всех людей, но любимчики, это те, которые его выбрали, те, которые его выбрали, Бог любит даже тех людей, которые сейчас в аду, он их тоже любит, ну а чем эта любовь им может сейчас помочь, уже ничем, уже ничем, он приходит, спускается туда, в ад иногда Иисус, они просят, Иисус, помилуй, я мучаюсь, уже столько времени здесь, мне так плохо, меня огонь ждет тут, а Иисус просто плачет и говорит, слишком поздно, думаете, он их ненавидит, думаете, у него в сердце такое, знаете, так тебе и надо, так тебе и надо, ты тот человек, который заслужил, а нет, ему очень жалко, что человек сам выбрал это место, ведь Богу пришлось создать место специально, специально для тех, кто не хотят быть с ним, и он не мог еще рай один сотворить, это должен был быть ад, ад это то место, куда выбирают, которые выбирают люди, и Бог все сделал, принес сына своего в жертву, лишь бы ты не пошел туда, и если человек попал туда, Бог говорит, я уже ничего не мог сделать, я ничего, я уже все, все остановился на пути, но человек безумно рвался туда, поэтому Бог тебя сейчас зовет, в отношения, в серьезные отношения, он знает, что ты начал верить, и пусть твоя вера становится сильнее, исповедуешь, будешь получать, но, очень много верующих людей, которые не любят Бога, очень много, Богу стоит только кинуть какой-то камушек в их огород, что-то с ними допустить, и они сразу его опохулят, они озлобятся, они скажут, я такому Богу служить не хочу, я лучше мамоне пойду служить, и так далее, Бог тебя приглашает сегодня в эту категорию любимчиков, любимчиков, любимчиками ими становятся, это те, которые выбирают Бога, не просто верить Его, ведь как же видно, как по-разному люди верят, как много людей верят фальшиво, это тоже все видно, их любовь, она поверхностная, они глубоко, они не готовы жертвовать ради Бога чем-то, и когда человек верит, и ты видишь его стороны, ты понимаешь, где он сейчас, примерно, ты понимаешь, где он сейчас, и ты ему говоришь, ау, дверь открыта, давай, давай, заходи, в безусловную любовь Божью, почему это я должен Бога любить, живи тогда без любви, попробуй, попробуй, когда сейчас мир еще больше начинает сходить с ума, тебе надо еще больше любить Бога, только это тебя сможет удержать в здравомыслии, удержать тебя в свободе, в любви, чтобы ты ничего не боялся, и чтобы ты не помер со страха, многие умирают уже не от вируса, а от страха, болезни какие-то возникают, и эти болезни, они провоцируют смерть, Иисуса интересует в тебе одно, тебе хоть чуть-чуть, есть любовь к Нему, если есть хоть чуть-чуть, маленький дымочек, дайте, что он льна курящего не затушит, и трости надломленные не переломит, если в тебе хоть лен курящийся, даже огонька не видно, видно дымок, и если он говорит, это хотя бы есть, хотя бы чуть-чуточка маленькой любви, Иисус говорит, вот хоть маленькая-маленькая-маленькая капелька любви ко мне есть, я, говорит, буду ждать, когда она будет увеличиваться, я буду раздувать этот огонечек, тихонечко, нежненько, чтобы вспыхнула любовь. Будьте благословенны. Давайте сейчас помолимся.